Всем привет! Сегодня я уже третий раз иду на ЕГЭ по химии на досрок. Уже 9 утра, я опаздываю, но не впервой, как говорится. Итак, что мы берем с собой? Обязательно просто с вечера собирайте, с утра еще раз перепроверяйте, калькулятор чтобы был, потому что без него ничего не считается, паспорт и черная гелевая ручка. Желательно несколько, если вдруг одна из них закончится. У меня тут вот Эдвард Мунк крик. Чисто повсостояние перед ЕГЭ. Еще просто обязательно нужно взять уведомление на ЕГЭ, но я его не распечатал. Наверное, сейчас придется пойти распечатать, потому что я, честно говоря, не уверен, пустят ли меня без него. Я вообще не успеваю нормально позавтракать, поэтому сейчас бананы. Не будьте как я, вставайте, пожалуйста, пораньше, высыпайтесь нормально, чтобы успеть поесть. Можно идти на ЕГЭ. Вышел я в итоге в 9.15 и ехать мне на другой конец Москвы просто. Мне кажется, они когда распределяют по пунктам проведения экзаменов, у них там чисто рандомайзер. Чем дальше, тем лучше, потому что вот реально просто в диаметрально противоположную точку. Еще осложняется все тем, что метро сейчас закрыли на реконструкцию и придется ехать на автобусе, это на 20 минут дольше. Ну, ладно. Опоздаю минут на 20, наверное, как раз. Но мне полутора часов вполне должно хватить на ЕГЭ. Уведомление распечатано. Вот так вот оно должно выглядеть. Не будьте как я, печатайте его заранее, но вам, скорее всего, его в школе выгодно. Поэтому можете не переживать. Сейчас уже по времени 10.16. Ну, чуть больше, чем на 20 минут опаздываю. Идти мне минут 10, наверное, сейчас до школы. Давайте отвечу сразу на вопрос, волнуюсь ли я. Ну, на самом деле нет, потому что свою я уже отволновался. Я иду сдавать ЕГЭ по химии уже третий раз. Предыдущие два раза в 2021 году основная волна и в 2022 году до срок. Оба я написал на 100. Поэтому сегодня тоже планирую забрать свою третью сотку. Но в этом году у меня, честно говоря, нет цели, чтобы было 100 и не балом меньше. Потому что свои сотки я уже забрал. Поэтому сегодня мне хочется помочь своим ученикам и поэкспериментировать немного с оформлением второй части. 29 заданием, 32, 33, 34. Чуть-чуть там всякое посокращать, чтобы не было много писанины и посмотреть, насколько это оценят эксперты. Оценят на максимум, значит, будет снова 100. Не оценят, значит, слишком все-таки кратко и нужно оформлять чуть более развернуто. В общем, такой эксперимент небольшой проведем. Сейчас школы стали какие-то навороченные. Тут надо звонить звоночек, чтобы пройти. В мои годы такого не было. Раньше проходи, присаживайся. Сейчас вам как все серьезно. Еще я теперь не понимаю, где вход. Я зашел, по-моему, сзади. Так, обходим школу вокруг. Так, тут вообще тупик. Просто потрясающе. Сейчас еще заблужусь здесь. Попробуем его идти с другой стороны. Ура, я нашел вход. Ура, ура. Все, захожу. Там телефон нужно будет оставить. Так что засекаем время, сколько мне понадобится. Сейчас по часам 10.25. Все, экзамен написал, все сделал. Сейчас время засекаем. 12.14. Ровно два часа у меня, получается, ушло на то, чтобы пройти, там все эти металлоискатели, заполнить бланки, написать. Ну, получается, на экзамен где-то полтора часа ушло, может, чуть побольше. Перепроверил все два раза. То, что хотел попробовать, проэкспериментировать, попробовал. Посмотрим, как оценят. Так, я уже переместился в центр. Восстановил сейчас по памяти весь вариант. Записался голосовой, решил сразу надиктовать, пока свежая память, пока я все помню. Вспомнил все три-четыре задания, потому что последние минут десять сидел, заучивал формулировки и варианты ответов, особенно, которые лишние, которые не подходили. Почти все вспомнил. Я, на самом деле, дико доволен собой, потому что очень многое из того, что я предсказывал для первой части, сбылось. И особенно приятно, что сбылось то, что я предсказывал для третьей-четвертой задачи. Таких задач еще не было на ЕГЭ, но у меня в том году еще появилась идея, что такое может быть. Я это в свой учебник добавил, когда писал его в этом году. И, пожалуйста, были задачи с электронами ВВР. Так что предсказываю ЕГЭ профессионально, что еще можно сказать. И теперь иду в Ленинку, сяду там сейчас и буду восстанавливать. Ой, господи, ступеньки. Сяду там и буду восстанавливать вариант по памяти уже целиком. И в PDF-формате вы можете найти его у меня в Telegram-канале. Там в закрепе для новеньких я точно оставлю ссылку на вариант досрока. Ссылки все в описании, конечно, сейчас будут. Я думаю, что мы даже проведем вебинар на этой неделе открытый с разбором этого досрочного варианта. Так что если проведем, то запись вебинара оставлю здесь в подсказке, в описании к видео тоже. Первый раз записываю свою реакцию. Сейчас зайду. Нет, нету их. Говорят, что начинают приходить. Нету. Мне прямо во время индивидуалки пришли результаты за ЕГЭ. Пособы получения результата ЕГЭ. О, ЕГЭ 2023. Соточка. Моя. Сейчас я это в канал свой скину. Все, буду теперь везде писать, что я трижды славенько по Химе на 100. Прям вообще красота такая. Ну, собственно, это было ожидаемо. Итак, хочется закончить этот влог таким небольшим монологом о том, что же вообще такое 100 баллов на ЕГЭ по химии. Что за ними вообще стоит. Я, как уже трижды 100-бальник, думаю, что могу довольно точно вам об этом рассказать и объяснить, что же такое 100 баллов и как вообще этого результата можно достичь. Знаете, бытует такое мнение, что 100 баллов на ЕГЭ и вообще высокие баллы это от части удачи. ЕГЭ это вообще такая лотерея. Кому-то легкие варианты подаются, кому-то тяжелые. Мир несправедлив. Удача решает. Ну, знаете, я вот себя назвать сильно удачливым человеком по жизни особо не могу. Вот правда. Так что вот эти все разговоры про удачу это по большей части оправдание. И, ну, может быть, там какие-то 0,5% зависит от удачи в вашем успехе. Но на самом деле 100 баллов на ЕГЭ по химии это твердые знания, стрессоустойчивость на экзамене, чтобы вы не перенервничали и не растерялись. Хотя я лично, когда первый раз давал, нервничал очень сильно. Мне прям трясло немножко от вот этого нервного перевозбуждения. Но нужно вот справиться с этим, настроить себя и написать. И, конечно, это внимательность и перепроверка. Перепроверка несколько раз. Я перепроверял три раза в этот раз, пять раз, когда писал первый раз ЕГЭ в 11 классе. Перепроверка, она многое решает. Когда вы заново решаете задание, вы можете обнаружить, что вы где-то ошиблись. Даже в самых легких номерах. Очень частая ошибка, кстати говоря, думать, что, ну, этот номер легкий, там-то я точно не ошибусь, даже проверять не буду. По моей практике, по моему опыту, ошибки чаще всего возникают в самых простых и в самых тупых номерах. Ну и, конечно, твердые знания, потому что химия — это наука точная. Точная. Здесь не может быть как в каком-то гуманитарном предмете, типа русского, истории, общества знаний, какой-то субъективной оценки эксперта. Здесь все объективно. То есть здесь нельзя потерять баллы из-за чего-то отличающегося мнения. Здесь все четко, точно. Поэтому твердые знания — это самый главный залог ваших 100 баллов на ЭКП-химии. Ну и на этом, наверное, буду заканчивать свой влог. Надеюсь, что мне удалось в вас вселить какую-то надежду, веру в то, что 100 баллов на ЭКП-химии — это неудача. Это действительно знание, и это реально. 100 баллов набрать реально и один раз, и два, и три, как показала практика. Так что дерзайте, у вас все обязательно получится. Главное — не сдаваться, ибо дорогу оселит идущий. Не забывайте подписываться на мои социальные сети, телеграм-канал с лайфом и разными полезностями, группа ВКонтакте с кучей просто пользы, ссылки в описании, в закрепленном комментарии. Ну и что там, по классике? Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы новые видео не пропустить, а их впереди еще очень-очень много. До новых встреч!